Здравствуйте! Я хотел свое выступление начать таким забавным примером. Я недавно готовил обзор на тему художественных фильмов о неандертальцах. Я при этом не брал такой откровенный трэш, а постарался взять фильмы, где авторы, по идее, старались какое-то наукообразие соблюсти. И мне бросилась в глаза интересная такая эволюция образов неандертальцев в кино за последние 30 лет. Вот три наиболее ярких фильма 1981 года, это «Борьба за огонь», это Рон Перлман, если узнаете на портрете. Значит, 1986 год, «Клан пещерного медведя», и 2010 год, французский фильм «Последний неандерталец». Тут даже видно, что он французский, но обратите внимание, как менялся образ вот этих древних людей. То есть, 1981 год, неандертальцы – это такие фактически полуобезьяны, то есть они не разговаривают, они нечленораздельно рычат, ловят насекомых друг у друга, так сказать, в голове, и поминутно пытаются залезть на дерево. 1986 год, фильм «Клан пещерного медведя», там неандертальцы – это такие, знаете, туземцы из романа какого-нибудь про индейцев. У них вождь, у них какая-то своя религия, поклонение духам, еще они дискриминируют женщин. И 2010 год, фильм «Последний неандерталец». Здесь наш герой – это такой печальный лесной эльф, он играет на флейте, разговаривает с птичками, лягушечками, лошадками, и периодически плачет. У него в глазах такая тысячелетняя скорбь по ушедшему народу, а то, что творят в Европе такие оккупанты-кроманьонцы, его приводит в ужас. Вот обратите внимание, что такое изменение вот этого образа во многом связано не с тем, как изменились научные представления, хотя они изменились. А здесь в каждом из этих образов отражен дух эпохи. И кто-нибудь мне скажет, что нельзя, конечно, изучать любую вообще науку по художественному кино, но я вам отвечу, что значительная часть людей большую часть сведений о чем-либо получает из кинематографа, из книг художественных, из интернета. Ну, в принципе, я даже такой списочек изобразил. То есть для значительной части граждан вот основные источники сведений о науке. Ну, сейчас на первом месте это интернет, это масс-медиа, это кино, это то, что нам рассказывают наши друзья. Может быть, школа и может быть научно-популярная литература. То есть получается, что у нас есть как бы два мира. У нас есть высокая наука, которая живет в научных изданиях, в конференциях для специалистов, в институтах, в лабораториях. И есть обыватели, и между ними пропасть. И, наверное, кинематограф для популяризации каких-то научных идей, пусть в искаженном виде, сделал гораздо больше, чем все академии мира. Например, про мутантов многие люди знают благодаря фильмам типа «Человека-паука», а отнюдь не из книжек про генетику. И вот тут я хочу сказать немножко таких базовых вещей из теории пиара. Это вещи, предложенные российским пиарщиком Игорем Викентиом. Так вот, он, в частности, говорит, что если у нас на рынке появляется какой-то новый, незнакомый потребителям продукт, то первая задача, которую необходимо решить, сделать его своим. То есть, чтобы потребитель понимал, что это такое. Почему? Ну, потому что всех любителей нового, любителей неизведанного, съели динозавры в свое время. И большинство людей пугливы, недоверчивы. Если человек встречается с чем-то непонятным, то относится к этому враждебно. Это некая потенциальная проблема. У нас и так хватает проблем. И такое инстинктивное стремление бежать. То есть, общее правило, что реклама непонятного бесполезна. То есть, задача номер один, это не чтобы полюбили, а чтобы не боялись. И тут возникает вопрос. А как мы можем убедиться, что потребитель понимает вот некий продукт, который мы ему предлагаем? Как мы можем это сделать? Кто мне скажет? А? Как? Подождите, я говорю не про решение задачи, я говорю, как мы узнаем? Как? Опросик, наверное, проведем какой-нибудь, да? То есть, наверное, потребителю надо спросить. Вот существуют типичные вопросы позиционирования. Вот некоторые из них. И я бы предложил вам... О, отлично, отлично. Я бы предложил провести простой эксперимент. Это, наверное, даже слишком громко. Ну, любому из вас выйти на улицу и прохожих 10 подряд спросить, что они думают, что они думают про генетику. И с высокой вероятностью ничего хорошего вы не услышите. То есть, с решением задачи позиционирования у генетиков проблемы. Они эту задачу в свое время не решали. Это за них сделали журналисты, публицисты, какие-то интернет-трепачи и, наверное, и лжеученые. Так вот, если популяризацией не заниматься, если не заниматься позиционированием науки, то этим начинают заниматься кто попал. И делают это как умеют. Ну и, соответственно, если мы не занимаемся пропагандой науки, если мы не объясняем людей, то происходят некие негативные вещи. То есть, люди перестают понимать. Наука становится для них чем-то враждебным. Образ ученого – это в лучшем случае некий чудак в очках, который просиживает штаны в лаборатории и занимается какой-то ерундой за наши деньги. Это в лучшем случае. Соответственно, властям нет смысла выделять деньги на... Ну, незачем финансировать исследования, потому что власти интересуют прежде всего результаты выборов. Если электорат не будет голосовать за науку, то незачем финансировать науку. И это, в общем, в перспективе чревато полным крахом. Ну, наверное, и для государства вообще. Ну и как частный случай – это расцвет лженауки в обществе. Ну, собственно, я начал с причин лженауки. Вот одну из них я фактически назвал. То есть, наука – это штука сложная. То есть, ну, скажем так, если вы читали какие-то научные статьи или монографии, вы понимаете, что авторы этих произведений не ставят себе целью развлечь читателя. В ряде случаев, если я не специалист, я в этом тексте понимаю только предлоги. То есть, никто меня ничего разжевывать не собирается. И здесь вот эта вот проблема, она имеет два решения. То есть, если я хочу разобраться, то либо я должен заниматься самообразованием или там образованием, идти учиться много лет, заниматься, врубаться и подниматься вот по этой лестнице знаний к вершинам науки. Либо ученые должны с небес спускаться в народ. То есть, то, что мы называем, опять же, популяризацией, пропагандой, они должны это пережевывать и превращать сложные научные модели в простые понятные символы. Например, вся теория эволюции у подавляющего большинства людей превращается в слоган «Человек произошел от обезьяны». Вообще говоря, это не является отражением вообще теории эволюции, во-первых. Во-вторых, из этой фразы мы не можем сделать никаких выводов. Она не инструментальная. То есть, как это произошло, от какой обезьяны произошел человек. Почему мы не видим этого сейчас, если пойдем в зоопарк. Но, тем не менее, уже хорошо, что люди хотя бы эту фразу запомнили. Это некоторая база. Второй момент – это вот такая чрезмерная специализация. Тоже наука проходит некий эволюционный путь. И все больше и больше таких эволюционных веточек. То есть, это в XIX веке Чарльз Дарвин мог писать работы по геологии, психологии, усоногих раках, орхидеях, о одомашнивании голубей, ну и об эволюции. А сейчас, если у нас есть специалист по усоногих раках, то он только усоногими раками всю жизнь не занимается, и больше ничем. И для любого специалиста стоит ему выйти за пределы узкой предметной области, которую он профессионал, наверное, может быть, высокий профессионал, его квалификация быстро падает до такого общемирового нулевого уровня, и он становится подвержен тем же самым предрассудкам, заблуждениям, стереотипам, что и любой из здесь присутствующих. То есть никакого иммунитета у ученых ход заблуждения, предрассудков нет за пределами их предметной области. При этом, то, с чем я столкнулся, когда стал заниматься проектом Антропогенез, ну, это частный случай, на самом деле, тема эволюции человека. Это тема, на которую трепаться любит куча народу, интернет дает такую возможность. Но настоящих специалистов, которые действительно имеют право вообще-то об этом говорить, их можно в нашей стране, например, пересчитать по пальцам. Их очень мало. В России? Ну, если в узком смысле, то не больше десяти. Вот если брать специалистов из всяких смежных областей, типа археологии, приматологии, то можно наберется человек пятьдесят. Вот в узком смысле это, ну, вот реально, человек десять. Ну, это моя экспертная оценка. Специально я так не проводил такого исследования. Просто я, судя по всему, я всех, кого мог, я нашел. Вот. Их мало. Реально мало. И, кстати, они вымирают еще. Но это чисто наше уже явление, потому что возраст, я уже забыл, какая-то была грустная фраза, что средний возраст преподавателей кафедры антропологии МГУ выше средней продолжительности жизни по стране. И, как бы, ну, вот если пожилые умирают, а школы, как таковой, нет, школа утрачена, то, в общем, никто на смену им не приходит. Они умирают, к сожалению. Вот. Ну, и то, что я упомянул, то есть такая революция коммуникаций, что вообще-то, на самом деле, это можно только приветствовать, демократизация творчества, каждый получил доступ к глобальную паутину. И это круто, это дает вообще колоссальные возможности. Я вот вчера буквально общался с Ли Бергером, это южноафриканский палеантрополог. Он мне пообещал дать интервью. Ну, это сделал, не выходя из своей квартиры. Это фантастика совершенно. А с другой стороны, если... Мы часто ругаем телевидение за то, что там появляются всякие рожи и несут бред. Но все-таки на телевидении есть хоть какой-то ценз, то есть психопата туда все-таки явного не пустят. Ну, за исключение каких-то уж совсем таких экстремальных телевизионных шоу, ему не дадут микрофон. Вот. Но этот психопат идет домой и заводит блок в ЖЖ. И дальше весь свой бред, который в старые добрые времена терпели его домочадцы, и все, из квартиры это не выходило. Он теперь это выплескивает в интернет. Если вдруг он при этом с дуру окажется литературно одарен, а это случается, то у него появляются многочисленные подписчики. И вот этот бред начинает заполнять просторы интернета. И голос нормальных специалистов, он просто тонет. Вот в этом шуме. Ну, и про уровень образования можно отдельно говорить, но на самом деле не будем о грустном. Несмотря на это, вот общаясь с различными учеными, я подчеркиваю, приходится слышать фразы о том, что, может быть, с лженаукой бороться не нужно, зачем тратить время на каких-то дебилов, когда это же время можно продуктивно потратить на написание нормальной научной статьи, на проведение какого-то исследования. При этом есть некий набор доводов. Ну, во-первых, вот появляется там некто, типа Миши Задорнова на экране. Значит, идет поток сознания, но при этом он же затрагивает темы, которые будоражат молодых людей. Он привлекает внимание к неким проблемам истории. Может быть, после этого они возьмут нормальную книжку, прочитают, и тем самым он все-таки способствует развитию молодежи. Здесь такая проблема в том, что, если не ошибаюсь, Мао Цзэдуну приписывают высказание, что на чистом листе бумаги можно написать, на чистом листе пергамента можно написать любые иероглифы. Ну, такой вот пример. Значит, в 60-е годы 20 века в Советском Союзе впервые вышла на русском языке книга Тура Хейердала «Статуи острова Пасхи», если я не ошибаюсь. Миллионы советских граждан впервые узнали про существование острова Пасхи, про статуи. И вместе с этим они впитали ту точку зрения на возникновение этих статуй, которую проповедовал Тур Хейердал. И после этого нужно очень постараться, чтобы убедить читателей в том, что Тур Хейердал классный путешественник, вот такой вот рассказчик, но не очень хороший историк и вообще паршивый археолог. То есть поляна уже загажена, грубо говоря. еще одна прекрасная вещь, которую регулярно используют всевозможные фрики. Очень удобная отмазка, отговорка, когда такого человека припирать, ну, если его прижать к стенке, грубо говоря, то ответ может прозвучать, ну, что вы, что вы от меня хотите, я не ученый, я всего лишь публицист, философ и там далее по списку. Я просто написал некое эссе, это мои мысли, я не претендую на научное исследование. Вот, и это некое лукавство, друзья. То есть, вот, например, есть писатель Акунин, который написал историю российского государства, в нескольких томах. То есть, само название и оформление, ну, явное такое обращение к Рамзину. И на пресс-конференциях Акунин, там где-то еще, он писал и говорил в интервью, что это не строго исторический труд, это эссе, это мои мысли, не воспринимайте это как строгий научный труд и так далее. Вот этот весь список удобных оправданий. Как вы думаете, какое количество читателей ходило на его пресс-конференцию и вот это слушало? Они берут эту книгу, они читают аннотацию, там написано прямым текстом. Это книга для тех, кто желает узнать, как было на самом деле. Аж подавляющее большинство читателей берут эту книгу с единственной целью узнать что-то новое по истории российского государства. Никто из них не будет разбираться, кто автор, имел ли он право так писать, от чего он исходил, на чем основывался. подавляющее большинство людей, читающих научно-популярную литературу, не проверяют факты, которые там изложены. Они как раз эту книгу будут использовать как источник в дальнейшем, если она им понравится. Поэтому это очень-очень удобное самооправдание, но не более того. Оправдание своей халтуры, прежде всего. Замечательный тезис. Я его постоянно слышу на мероприятиях. Настоящее открытие всегда делались дилетантами. После этого вспоминают обычно кого? Минчатый тезис. Нет, Галилея. Галилея, Менделя и далее какого-нибудь Циолковского, допустим. Флемен в пробилке вовремя не вымыл. Да, есть много баек про ученых. Некоторые из них родились через много лет после смерти этих ученых. Некоторые байки распространялись самими учеными активно, потому что к ним тоже лезут журналисты и им надо что-то было рассказывать. Но дело не в этом. То есть действительно есть такие примеры, их не очень много, но про них тем более интересно поговорить, когда некие открытия делались людьми, формально не являющимися специалистами в определенной предметной области. Особенно на этапе становления некой науки. Понятно, что Мендель не мог быть специалистом по генетике, потому что не было генетики. Но вы понимаете, что сам факт это интересное явление, которое стоит изучать. На каких этапах это может происходить? Развитие науки, я имею в виду. На каких этапах развития науки это не может происходить? И главный вопрос, дает ли это карлбланш любому неучу нести всевозможную ересь? То есть это не значит, что не нужно учиться, не нужно заниматься исследованиями, а можно просто ляпнуть что-то о проблеме, о которой я впервые узнал пять минут назад, и у меня получится открытие. Но это очень удобно, это очень демократично считать, что, несмотря на то, что у меня в голове посты, к моему мнению нужно прислушаться, я же личность. В науке не так. Никого ваше мнение не интересует. Еще одна классная отговорка. Между прочим, даже на высоком уровне звучит. Вот, например, высказывание Бориса Грызлова. Знаете такого? Я знаю, что в Академии наук даже есть отдел по лженауке. Меня этот факт очень удивляет. Как они могут брать на себя ответственность и говорить, что является лженаукой, а что нет? Это мракобесие какое-то. Вот это классная штука, потому что она позволяет лжеученым избежать того, чего они страшно боятся. Независимой экспертизы. Именно поэтому лжеученые не выступают на научных конференциях, они выступают на различных телевизионных шоу. Они не публикуются в научных журналах, они публикуются в желтой прессе. И там, как правило, нету рецензирования. Ну и продолжая разговор про дурно понятую демократию, замечательная позиция российских СМИ, ну не только российских, что есть, надо дать высказаться всем. И в итоге у нас про теорию революции отдают слово спортсмену, народному артисту, домохозяйке, психу и так и быть какому-нибудь испуганному биологу. Ну и тезис, который действительно удобен для ученых, которым просто некогда, неохота заниматься научной пропагандой, настоящая наука сама найдет путь, прорвется. А между тем в школах уже отменили астрономию, а между тем уже принят закон запрещающий производство ГМО в России, наука прорвется, не прорвется. То есть в итоге она, конечно, прорвется. Но раньше, скажем, до того, как это произойдет, наши дети могут и не дожить вообще до этого момента. Итак, вот в виде резюме, что некоторые очевидные вещи, что лженаука, понятно, что это, во-первых, как правило, это обман, это пропаганда неких иллюзий. Лжи ученые, они не безобидны, увы. Я помню, когда еще на закате Советского Союза различные персонажи, вот такие вот странные, публиковались в журналах типа «Техники молодежи», не то, чтобы их совсем никуда не пускали, не появлялись даже в передаче «Очевидно невероятное», можно найти на Ютюбе такие сюжеты, и на них смотрели, как на безобидных чудаков. Никто не мог представить себе, что эти персонажи спустя довольно короткое время единым строем выступят вообще против нормальной науки. То есть, это реально явление, которое подрывает авторитет, дискредитирует науку настоящую. И самое печальное, потому что речь идет о детишках. То есть, откуда возьмутся новые ученые? Откуда их взять? Сами они не вырастут. Ну и в ряде случаев есть и материальный ущерб. Много есть примеров замечательных, один из наиболее одиозный, это вот гравитцапа. В 2008 году с космодрома Плесецк был запущен спутник юбилейный. На нем был установлен двигатель, разработанный, между прочим, российским институтом, который должен был работать без, как говорилось в пресс-релизе, без потери рабочего тела. То есть, в нарушении закона сохранения импульса он должен был работать. И корректировать орбиту этого спутника. В нужный момент оказалось, что закон сохранения импульса все-таки работает. И спутник не полетел куда надо. Позор был на весь мир. Ну и понятно, что были освоены некие средства. Короче, переходя, это было такое лирическое вступление. Значит, на самом деле, понятно, что лженаука просачивается везде, но почему-то особенно любимы такими персонажами некоторые области. Во-первых, области, которые обращены в прошлое. Ну почему? Ну потому что, если мы говорим про естественные науки, там все-таки мы часто имеем дело с фактами, которые можно экспериментально проверить. Если мы говорим про историю, например, про историю, объектом исследования там являются события, явления, которые уже произошли. они случились в прошлом, они в принципе невоспроизводимы. И здесь большой простор для спекуляций. Хотя на самом деле это не так. В представлении обывателя это так. И, конечно, это темы, которые эмоционально заряжены, которые политически заряжены. Ну вот, собственно, те, которые задевают политические струны, религиозные, национальные, это... Вы можете легко проверить, возьмите любую новость в интернете, хотя бы косвенно связанную вот с этими вещами, ну, например, любую новость, где хотя бы упоминается государство на букву У. Даже не важно, о чем. И почитайте комментарии, и вы увидите волны ненависти, вскипающие в комментариях. Люди теряют способность рационально мыслить мгновенно. то есть люди переполняют эмоции. Эмоция плохой помощник в науке. Ну и есть некоторые люди бренды, вот я тут некоторых из них перечислил, почему-то вот они, уж не знаю, ну вот как бы даже в качестве примеров обложечки реальных книжек. Так вот. Так, подождите. Значит, собственно, переходя к конструктивной части моего сегодняшнего выступления. Проблема, о которой меня часто спрашивали, в течение многих лет, на самом деле, а как мне, вам, не будучи специалистом в любой области науки, таких людей просто не существует, вот отличить добротную научно-популярную книжку от такого псевдонаучного трэша, на который не стоит тратить деньги. Вот вы пришли в книжный магазин. И я на основании некоторой статистики попробовал сформулировать, несколько лет назад уже была первая версия этого материала, но и подготовлена, набор критериев, по которым можно попробовать это сделать. В некоторых случаях и при некоторых навыках это можно сделать минут за пять. Да ладно, за 30 секунд. понятно, что критерии не стопроцентно надежные, бывают исключения, но в том и фишка, что их много. Поэтому сейчас мы по ним пройдемся. И начинаю с обложечки. И я привожу пример. Вот это вот на самом деле не научно-популярная книга, это комикс, но нередко лженаучные книги оформлены именно так. Я назвал жанр условно говоря научно-популярное порно. То есть некая олиповатая такая вот обложка, обязательно очень яркий, кричащий образ. Это может быть какой-нибудь неопознанный летающий объект. О, Буровский. Какое-нибудь загадочное лицо, что-то вот такое таинственное непонятное. То есть так, как обычно оформляют самую дешевую фантастику или там фэнтези. На самом деле этот критерий может нас подвести, потому что, конечно, есть маркетинговая политика издания, автор может быть и против. И под такой олиповатой обложкой может оказаться добротная книжка. Поэтому, конечно, мы на обложке не останавливаемся, мы смотрим на название. Статистика показывает, что если в названии встретилось любое из вот этих слов, с очень высокой вероятностью это в корзину. Сейчас проведу некоторые примеры. Вот, например, на тему запрещенной. Запрещенная история, украденная история, запретная правда БССР, запретная правда о русских, запретная магия древних. Несколько примеров. запретная археология. Даже несколько есть вариантов разных авторов. Секретная. Короче говоря, это некие каноны такой желтой журналистики. Сенсационная, секретная, то есть что-то такое кричащее. Секретная Антарктида и даже секретная история бурят. Ну или вот, например. Неужели они осуществлялись, что публикуют значит, они приносят деньги? Ну конечно, нет, я не могу сказать про любую из этих книг, что она окупилась. Это маркетинг, это массовая продукция. Это вы не должны, вот что очень важно, вы не должны отождествлять себя и потребителя такой продукции. Это как мне говорят люди, я вот не понимаю, не понимаю, как кто-то смотрит рент-фи. Миллионы смотрят, миллионы и верят. Они нормальные. Реклама работает. Вот вы тоже, вы смотрите рекламу, она работает. На статистике, это статистика. На персочнике работают. Это психология. Вот сенсационная, пожалуйста, сенсационная история Земли. сенсационные результаты научно-гималайской экспедиции. Молдашев. Тайны гибели цивилизации. Проклятие египетских фараонов. Пожалуйста. Так, ну и вот еще один такой момент. Вот я обратил внимание, что если название организовано по формуле какая-то непонятная ерунда древних, вот это с высокой вероятностью вот из той самой категории макулатурной. То есть какая-то непонятная ерунда древних, ну иногда цивилизаций. Вот пожалуйста примеры. Тайное знание древних, тайные технологии древних, все тайны древности, трагическое послание древних и так далее. Вы можете сами поупражняться. Я вам фактически, знаете, помните торжественный умных слов тайная не знаю давайте возьмем что-нибудь тайная антропология древних или там тайная продолжите сами. Например книга древних пророчеств тайны древних цивилизаций в 115 томах не вы представляете 115 томов что может быть у человека в голове если он прочитает хотя бы часть хорошим тоном в такой литературе считается борьба со школьными учебниками особенно в области истории это на самом деле классная штука обратите внимание с точки зрения психологии вы не зря прогуливали уроки по истории не зря если вам поставили три это не потому что вы не выучили урок а потому что учительница состоит в заговоре рептилоидов на самом деле с историей есть много проблем методологического характера одна из них я недавно как раз на эту тему говорил чтобы смотрите особенно не повезло истории древнейшей и часто мне пишут вот вы знаете мне в школе рассказывали что все вроде известно что все понятно а оказывается нет оказывается есть какие-то загадки проблемы то есть получается меня в школе обманывали а я говорю а вам сколько было лет когда вы проходили древний египет вам было 11 лет то есть параллельно на математике вы проходили дроби вы понимаете что математика не исчерпывается дробями но математику мы изучаем от простого к сложному то есть сначала таблица умножения потом дроби потом квадратное уравнение и так далее а в истории по-другому то есть история древнего мира отнюдь не проще новейшей истории но историю древнего мира мы проходим в пятом классе вместе с дробями а новейшую историю мы проходим в девятом классе и вы понимаете что никто в пятом классе вас не будет грузить проблемами дендрохронологии не будет и это получается единственный возраст в котором детки проходят что-то научное по древнейшей истории это когда им 11 лет вот почему врут учебники истории история ошибочная конечно но он-то знает как все мы к нему еще вернемся сегодня значит что касается да допустим с названием не очень понятно название какое-то нейтральное мы можем посмотреть на автора книги есть конечно такие лженаучные бренды вот некоторые из них здесь упомянуты то есть если вот если автор книги кто-то из этих персонажей или хотя бы на них ссылается это уже диагноз однако к сожалению любой такой список будет неполным потому что а? Лев Прозоров слушайте слушайте я сейчас если начну перечислять кого надо включить только на этом моя лекция и закончится их много к сожалению и они рождаются новое причем они не только в России как вы понимаете это интернациональное явление поэтому можно посмотреть на регалии то есть про этого автора должна быть какая-то информация допустим на на четвертой обложке странице обложки про него какая-то есть сводка и мы смотрим на его регалии там часто указывается допустим кандидат каких-нибудь наук допустим мы видим академик всемирной академии ноосферы допустим так вот вы я думаю знаете что в России есть несколько настоящих академий ну таких серьезных академий российская академия наук российская академия медицинских наук которую недавно там объединили российская академия образования академия сельского хозяйства что там еще академия художеств ну в общем-то по-моему практически все и назвал и есть сотни различных о-о-о то есть никто не заповещает вам в любой момент учредить собственную академию имени вас вы будете президентом то есть например вот нью-йоркская академия наук указана у меня здесь почетное членство стоит 120 долларов если я не ошибаюсь погуглите и вам пришлют дипломчик можете повесить на стену писать на визитках академик нью-йоркской академии наук 120 долларов вся радость соответственно если мы видим у автора список некий набор таких вот шарашек то это скорее говорит не о его квалификации о том что он хочет пускать пыль в глаза доверчивой публике ну вот тут чудесный пример атаман отделает следующее допустим допустим про автора тем не менее ничего нет подождите еще насчет ничего нет например мы видим что это он пишет про себя археолог кандидат философских наук но по идее археолог должен быть кандидат исторических наук то есть это странно конечно опять же бывают исключения но по идее в той области науки в которой он получал степень у него должны быть так сказать максимальные результаты и тем более замечательно ну это вот пример из рент-и конечно когда про историю олимпийских игр комментарий дает мастер спорта по самбо но кто же как не он может знать аналогично технологии строительства древних каких-нибудь там египетских пирамид комментирует строитель кровящих на пенсии он знает как они могли строить как они не могли что им было доступно ну а конечно вы же понимаете он сам не может организовать трех гастарбайтеров настройки и ворует цемент а тут ему рассказывают что 7000 человек в течение 20 лет таскали многотонные известняковые блоки конечно это невозможно не могли вот но самый самый сложный случай когда про автора просто нет никакой информации ну просто фамилия вот это конечно странно само по себе но к счастью существует интернет мы можем погуглить этого человека но конечно если его зовут Александр Иванов это будет сложно но в более каком-то таком оригинальном случае мы все-таки можем найти о нем какую-то информацию в сети странно если ее нет то есть если он написал книгу по идее это не первое его произведение то есть сначала наверное были какие-то статьи если он садится из нуля пишет монографию так не бывает поэтому о чем он о чем он еще писал то есть посмотреть тематику его произведений и вот допустим мы выясняем что этот автор написал книгу про происхождение человека он же почему-то написал книгу тайны дуэли Пушкина он же про каких-то славяна-ариев тот же пишет про Петра Первого про Берию если вы думаете что я шучу реальный пример название книг некого питерского автора археолога кандидата философских наук да и вот сами книжки бывают конечно уникумы но по идее либо Пушкин все-таки либо эволюция человека это плохо соединяется допустим с автором непонятно не удалось сделать однозначные выводы мы можем посмотреть аннотацию книги как правило это может быть и в каталоге интернет-магазина некая рекламная краткая сводка содержания этой книги как правило она написана таким образом если это писали в отделе маркетинга чтобы побудить купить эту побудить купить эту книгу и вот здесь тревожный сигнал если нам говорят это невероятные достижения значит наконец-то революция прорыв в науке уникальная вообще-то нормальные ученые они скромны бывает конечно всякое но по идее выводы о том насколько революционное открытие сделал данный автор по идее должны делать опять же независимые эксперты читатели если сам автор торопится сообщить какой переворот в науке он произвел это странно и вообще это кстати говоря некое свойство лжеученых нормальные ученые занимаются нередко узкими локальными темами содержание изотопов стронция в зубах массивных астралопитеков пещер Южной Африки допустим это мелко глобальные проблемы польза для всего человечества без как-то неисчерпаемые источники энергии решение любых проблем лечение любых заболеваний продление жизни в два раза и так далее вот так сказать достойная задача не знаю почему хотя наверное более-менее это понятно как только в речи автора появляется словосочетание официальная наука внимание внимание будьте осторожны мне часто пишут письма а какова позиция официальной науки по поводу не знаю судьбы неандертальцев нет позиции официальной науки нет официальной науки есть наука я просто дальше мне приходится объяснять что если речь идет о государственных научных институтах то вот есть два ученых занимающихся этим вопросом в разных научных организациях и у них разные позиции по этому вопросу нет то есть официальная здесь должно еще произноситься определенной интонацией негативной то есть намекается что это вот официоз это бюрократы это такие вот ретрограды консерваторы которые сидят на грантах на зарплатах никого не пущают кормушки такая уж кормушка я насмотрелся ну и соответственно что этим бюрократам противостоят некие постанцы с планеты Альдеран то есть такие правдорубы борцы то есть здесь происходит перевод из области науки в область такую не знаю криминально-бытовых разборок то есть есть враждующие кланы есть хорошие парни есть плохие парни очень удобно соответственно обычно это сопровождается многочисленными претензиями к ученым которые конечно скрывают утаивают угрожают угрожают и даже уничтожают неугодные свидетельства чем же еще они занимаются конечно уничтожают а мне рассказывали что археологи нашли вот такой череп приехали люди в черном тут же все сожгли никто этого не видел но мой дедушка ему рассказывала бабушка а она человек уважаемый на селе врать она не могла а вы знаете что жители некого села моим коллегам рассказывали показывали на пруд находящийся рядом с этим селом и сказали что в этом пруду немцы утопили танк тигр что? немцы утопили танк тигр в пруду это что? танк танк тигр в великую отечественную войну однако по документам пруд этот был выкопан в 1962 году то есть не могли они утопить но старожилы помнят ну вот пожалуйста и вот характерная цитата книга включает в себя изложение современным языком древних мировоззренческих философских положений скрываемых человечества зачем кому это надо помните замечательную историю у Довлатова в заповеднике я вам покажу могилу Пушкина которую большевики скрывают от народа а зачем они скрывают и вы еще спрашиваете вот примерно из этой серии я думаю я думаю я думаю это поменка с Носовским нет но они тоже дальше в институте учат что в конце любой работы будь то курсовик тем более диплом вообще любой научной работы обязательно должен быть список литературы то есть в фантазиях чьих-то как мне часто говорят а если это новое открытие значит и источников нет вранье есть не бывает такого что человек пошел в чистое поле и там из ничего родил науку у него были предшественники у него были учителя у него были коллеги у него были оппоненты даже с которыми он не согласен но из уважения к ним он все равно цитирует их работы именно потому что он с ними не согласен он должен ссылаться на них это вообще не нужно объяснять что так делают приличные люди лжевый ученый не ссылается ни на кого но это один вариант самый простой либо он других языков то не знает поэтому все работы русскоязычные это конечно хорошо но увы ведущие научные журналы у нас сейчас выходят почему-то не на русском языке вот поэтому если автор не знает работ за пределами родной страны это говорит не в его пользу а нередко ну бывает что он ссылается например на переводы но это еще куда не шло но оказывается в переводах бывают ошибки так что лучше читать оригинал я кстати говоря представьте все обнаружил ошибку в переводе труда Дарвина перевод сделанный Сеченовым в 1890 каком-то году еще есть такое репринтное издание с ятьями эволюции человека и половой отбор происхождение человека и половой отбор но там реально ошибка и за сто с лишним лет ее никто не заметил наверное никто не читал в науке все быстро меняется вообще говоря это в различных религиозных трактатах нормально чем древнее источник на который это сослался тем круче когда в неких как бы научных работах пишут еще такое-то такое-то утверждал там в 1935 году что отсутствие переходных форм является главной проблемой эволюционной биологии вообще-то с 1935 года палеонтологами было нарыто не знаю наверное вот это здание можно заполнить костями животных я тут написал последнее десятилетие это очень мягкое требование я просто говорю что может быть книга ждала своего издания вообще-то каждый год выходит новая работа и автор должен быть в курсе это просто говорит о его квалификации о том что он в теме о том что он знает о том что происходит на переднем крае сейчас а не 10 лет назад и это такой дурной тон в интернет полемики неважно на что ты ссылаешься главное накидать больше ссылок пусть оппонент разбирается кто это блог какая-то безымянная писанина перевод перевода статья в википедии это еще очень гуманный вариант вы знаете как пишутся научные новости вы же здесь по идее журналисты знаете как ну например некий западный институт провел исследование получили какой-то результат дальше результатом этого исследования является например научная статья в каком-то солидном научном журнале она большая скучная с таблицами с графиками вот с таким списком литературы но пресс-служба этого же института выпускает короткий пресс-релиз предназначенный для прессы где тоже исследование пересказано в кратком увлекательном виде где естественно выпечены некоторые моменты которые будут интересными прессе а какие-то моменты интересные только специалистам их просто там не упоминают этот пресс-релиз попадает в западное издание там журналист его переписывает своими словами добавляет хлесткий заголовок что-то выпячивает что-то убирает добавляет комментарии от ученого ученый там спросонья по телефону что-то ему сказал потом это попадает на ленту новостей дальше это читает российский журналист переводит на русский язык в меру знания своего терминологии дальше это попадает редактору редактор что-то убирает что-то добавляет прибавляет хлесткий заголовок это пошло на ленту в результате от первоисточника там может не остаться практически ничего и это обсуждать бессмысленно когда я вижу когда люди начинают спорить по поводу новости на ленте новостей это бессмысленно надо идти искать вот эту исходную научную статью и читать ее ее найти можно и часто еще раз выясняется что в новости вообще нет ничего из того что было в исходной публикации я не шучу вот если автор этого не понимает это профнепригодный автор ну и если он ссылается опять же на Фоменко или на Крема там какого-нибудь ну извини дорогой а и вот я хотел как раз привести пример как важно значит что о чем я говорил читатели в большинстве случаев не проверяют факты не проверяют источники очень удобно когда например это закадровый перевод это с РЕН-ТВ Барак Обама сказал некую фразу и он нам переводит как передача о том что нас будут чипировать в Госдепе готовят программу чипирования всех слыхали? ну там число зверя не важно это же все одна лавочка вы же понимаете вот и Барак Обама вот частности сказал каждый человек должен чипироваться в оригинале он сказал everybody gonna have to chip in да то есть chip in это вообще войти в долю ну смотря как перевести то есть для читателя там что углерод что радиоуглерод что углеводород Австрия Австралия какая разница я к сожалению вот я смотрел сейчас научно-популярные фильмы это их BBC их перевод он чудовищный просто это невозможно слушать но это когда BBC то есть там английский оригинал а когда это французский фильм я не знаю французского но там появляется в кадре ученый держит в руке кость когда она первый раз говорит про нее это звучит вот этот таз в следующем кадре вот эта лопатка но это бедренная у нее в руке ну это же надо знать то есть к сожалению перевод это страшная штука значит дальше нормальным тоном у ученых ну вообще у приличных авторов считается благодарить кого-то в книге кто помогал благодаря учителей соратников помощников там не знаю жен и детей ну потому что серьезный ученый он не работает один особенно если это научно-популярная книга он там обязательно лезет в смежные области у него должны быть консультанты у него должен быть рецензент невозможно в одиночку написать хорошую книгу я это утверждаю со стопроцентной уверенностью должен ученый не благодарить никого ну или соответственно благодарит Фоменко опять же спасибо Фоменко я уже упомянул про рецензентов то есть нормальный а где моя книжка кстати можно я на секундочку нормальный маркетинговый ход когда на обратной стороне книжки ну или там на сайте в интернете публикуются отзывы ну вот для научной книжки хорошо когда это отзыв написанный известным специалистом допустим когда книги по там эволюционным вопросам отзыв написал Александр Марков известный палеонтолог ну это ну какой-то все-таки знак качества но есть маркетинговый подход когда отзывы пишут лидеры мнений и дальше его область знаний не столь важна важен электорат что он имеет влияние на большую группу потенциальных читателей он им скажет а ну-ка купили они купят книгу то есть ну вот например Майкл Крэма автор книги запрещенной археологии у него целый большой раздел книги посвящен всевозможным отзывам и здесь мы читаем пожалуйста уверен что этот скрупулезный научный труд на тему высшей степени наслуживания станет настоящим классическим физик пишет физик труд по археологии почему физик об этом говорит я сам отдал почти 30 лет своей жизни кропотливым исследованием области тра-та-та-та-та поистине циклопедическое собрание не вписывающее в схему археологических открытий Рок Калле собиратель и исследователь свидетельств древней истории человечества вообще-то это называется археолог одним словом но если у него такая странная самоидентификация то это в лучшем случае это какой-то чудак ну и опять же отзыв от Фоменко а еще классная вещь покойной знаменитости знаете мертвые сраму не имут и почему бы не подмахнуть свою книгу каким-то умершим ученым который в гроб сходя ну вот например есть замечательный учебник православной биологии автор вертьянов он же Валшин он же Козлов там много ников и он в частности этот учебник вышел под редакцией академика Алтухова правда сам академик уже умер и никаких письменных подтверждений что он этот учебник редактировал нет но вертьянов сам пишет во время нашей совместной работы в Юрия Петровича ощущался православный человек горящий душой о правде Божией в одной из завершающих бесед незадолго ну короче мы с ним пили чай он мне сказал дружище классную книгу ты написал а потом умер ну примерно вот так проверить это невозможно ну как с Дарвином там же одна проповедница ну да Элизабет Хоуп сказала что она приходила к Дарвину Дарвин с ней они вместе читали Библию вслух Дарвин там плакал и каялся потом он умер правда дети Дарвина сказали что Элизабет Хоуп никогда к ним не приходила вот но байка тем не менее ходит до сих пор так издательство значит я обратил внимание что есть еще определенные издательства есть издательства приличные и издательства неприличные поэтому еще один такой критерий хотя он такой средней надежности посмотреть а что издает это издательство ну помимо собственно самой книги которую мы держим в руках вот например вышла книга Ричарда Лина перевод естественно расовая здесь еще в интеллекте я ее внимательно прочитал книга честно говоря с душком таким расистским душком вот но она издана издательством Профит Стайл я пошел на сайт издательства Профит Стайл а во-первых открываю последнюю страницу книги и вижу издательский отдел рассмотрит рукописи по различным эзотерическим нау что потом я пошел на сайт и увидел там анонсы книг наука чтения руки спираль судьбы основы хиромантии но я другое дело что я подозреваю что бедный Ричард Лин не подозревает о том в каком издательстве на русском языке вышла его книга но тем не менее это такой тоже тревожный сигнал даже показатель правой аннотации куча ошибок ну это вот издательская группа авторы и переводчики заглавную муху там не должно быть ну это слушайте оформление сайта это к сожалению у многих издательств хромает и у приличных тоже это отдельный вопрос вот в принципе вот того что я рассказал в большинстве случаев достаточно бывают случаи более сложные если вот этих десяти или сколько у меня там было признаков нам не хватило придется лезть внутрь книги все-таки почитать несколько страниц ознакомиться с содержанием здесь можно обратить внимание на некоторые вещи ну во-первых я уже упоминал список литературы но еще один момент а как автор ссылается в тексте на самом деле к сожалению вот эта культура ссылок она очень низка потому что некоторые издательства в котором я издавал одну из своих книг многочисленных пытались убрать у меня ссылки из текста потому что это мешает читателям по их утверждению вот но я добился что ссылки в книге остались вот но вообще говоря то есть культура цитирования заключается в том что автор должен нам помогать найти первоисточник зачем чтобы мы могли убедиться что он действительно правильно так сказать интерпретировал мысли неких авторов чтобы мы могли узнать какие-то дополнительные подробности чтобы мы могли разобраться с первоисточником я кстати говоря сталкивался с тем что бывает что автор ссылается на каких-то ученых а потом выясняется что в тех статьях на которые он ссылается там прямо противоположное написано да такое бывает именно поэтому уважительным и по отношению к читателям считается приводить точную ссылку вообще-то с точностью до страницы есть даже ссылается типа вот вот так или вот так или вот так британские британские ученые какие-то новозеландские вот пример кстати Александр Глебович Низоров его статья на сайте СНОП как справедливо говорил классик характеризующий историю как самую бессмысленную дисциплину не имеет значения какой минус дор дальше ну вот теперь надо вообще-то узнать что классик это вообще-то Ландау что говорил он это в интервью датскому журналу в 1930 лохматом году и что вообще-то он говорил не про историю а про историю философии дальше вообще непонятен контекст они это вообще-то говорили на немецком языке для языки не родном как для Ландау так и для журналиста верно ли журналист записал мысль Ландау почему мы должны здесь верить Ландау он хоть и великий но все-таки физик это много вопросов которые возникают при прочтении вот такого текста просто это означает что автор сделал все чтобы мы не нашли первоисточника в его задачу входило не помочь нам а помешать нам разобраться в источнике этой цитаты и как она на самом деле звучала и в каком контексте тресв ли был Ландау мы не знаем серьезно он говорил или шутил или может он сказал философия истории а по ошибке записали история философии тем более если это говорили по-немецки еще один момент ну вот то с чего я начал когда начинаются разговоры что дарвинизм он в принципе не этичен потому что его взяли на вооружение нацисты или исламские террористы я всерьез читал у Харуна Яхью если не ошибаюсь рассуждение о том что исламский терроризм он по сути свой дарвинизм каким образом там сложно логика есть у автора есть логика как это у параноика все сходится как говорится вот но как только начинается опять же как только начнутся разговоры про то что это же не этично ребята на этом обычно наука заканчивается и вот как раз цитата а это министр культуры Мединский первый вопрос на который должна честно ответить историческая наука насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны или народа взвешение на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда вот так увы ну и вот как бы подтверждение этого тезиса прямо по статье и дальше еще один важный момент отношение к оппонентам если вы бывали на научных конференциях если вы читали научные статьи там считается нормальным благодарить оппонента за критическое замечание спасибо потому что критика развивает нормальная конструктивная критика развивает меня моего оппонента и научное сообщество спасибо спасибо за замечание для заученого критик это враг это главный враг кровный его надо заклеймить растоптать соответственно начинается кривляние то есть позиция оппонентов должна быть представлена так чтобы все поняли что это бред то есть то что называется полемика с углупленным оппонентом сначала враждебная гипотеза искажается оглупляется как ни пытались дрозофилу превратить хотя бы в комара ничего не выходит кто пытался превращать дрозофилу в комара есть такие я не слышу но завтра еще попросту да и еще проблемы с логикой и вот здесь мы вернемся к нашему другу фон Деникину значит фон Деникин знаете такого который известен по книжкам про тарелочки и кстати говоря в СССР шел фильм воспоминания о будущем снятый по книге фон Деникина еще в 1970 там каком-то году стояли огромные очереди то есть это мега популярный человек вообще бизнесмен в прошлом управляющий сетью отелей и у него вот есть подход верняк который он использует значит он находит в прошлом что-то непонятное для него и дальше он говорит а почему бы не предположить что это были инопланетяне все как бы дальше дальше эта мысль повторяется уже как доказанная инопланетяне это называется логический скачок то есть в самом интересном месте автор перепрыгивает некоторый доказательный вообще-то это надо доказывать но мы это так вот перескочим и дальше как бы никто и не заметил ну или например вот пример такого характерного порочного рассуждения кстати говоря проверяется на школьниках часто даже и на родителях школьников характерная ошибка если из А следует Б значит из Б следует А например дельфин живет в воде и у него нет шерсти у человека нет шерсти значит наши предки из воды но у нас рога тоже нет шерсти а у этот друг живет в пустыне под землей и у него нет шерсти ну он же тоже из воды ну логично там же было море в пустыне вот он высох а он остался ну а вот а вот тюлень а у него есть мех он живет в воде а с ним как а он еще не успел полысеть ну да я же говорю параноиков все сходится а вот утконос тоже жадят и у него нет шерсти у него у него есть шерсть у него все в порядке с мехом ну да 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 спасибо так так ну собственно собственно я перехожу к некоторым выводам из своего выступления сейчас буду готов отвечать на ваши вопросы существуют разные подходы вот к этому явлению лженаука я так сказать моя позиция что с этим явлением необходимо бороться делать это нужно активно и неоднократно предпринимались различные шаги например попытки принять закон какой-нибудь ограничивающий действия лжеученых я не помню в какой восточноевропейской стране кстати был принят закон где гадалка платишь штраф если ее прогноз не сбылся вот но это по-моему была единственная страна где был принят такой закон известно неоднократное судебное разбирательство ну вот у нас в России один из наиболее раскрученных это тяжба между комиссией по лженауке и так называемым изобретателем Петриком там просто речь шла о воровстве слишком больших масштабах есть и более частные истории проблема конечно в том что ученые плохо знают законодательство чем нередко пользуются различные мошенники в том числе тележурналисты нерадивые хорошо бы знать закон например если вы берете интервью у кого-то хорошо бы почитать гражданский кодекс часть 4 например и мне кажется что в России пока что наиболее действенный способ борьбы с лженаукой это все-таки средства пиара то есть то что я выделил как антирекламу уже ученых их деятельности то есть страна должна знать своих героев и во-вторых нормальная популяризация настоящей науки но еще раз для этого врага и его методы работы нужно знать в лицо я готов на ваши вопросы отвечать пожалуйста друзья у меня случай был мне у меня голос хватит в общем реальной жизни захожу я в один книжный магазин ваша книга она стояла в разделе эзотерики понятно почему на той рассчитана а вот цели какие были нет есть такой прием называется провокация и в данном случае мне уже несколько раз говорили что мою книгу креационисты покупали по ошибке и некоторые из них после этого перестали быть креационистами я не шучу то есть у меня есть реальный я могу это доказать короче то есть бить врага его то есть десант в стан врага это называется я знаю что сейчас Ася Казанцева как раз написала вторую книгу которая организована тоже таким образом что ее ставят в разделы из тех областей с которыми она борется так и первую туда ставят да вот это это с одной стороны как бы обидно когда я ну я выше этого выше обид когда я вижу свою книгу рядом с изданиями вот такого рода которые я показывал на слайдах ну больше вероятность что может быть кто-то купит мою книгу а факт что в некоторых книжных магазинах особенно там в каких-то региональных городах просто нету отдела научпоп и там всякая эзотерическая лажа в кучу с научпопом ну пусть хоть так хуже когда в научно-популярной литературе стоит весь вот этот паноптикум потому что еще раз эти книги маскируются под научно-популярной издания Фоменко Фоменко и Нашовский раздел Фоменко Прокопенко Прокопенко Включите РЕН-ТВ и вы его увидите Вы зайдете на какую-нибудь заправку там включен телевизор и вы увидите импозантного мужчину в очках с папочкой в руках который скажет рептилоиды прилетали доказано и дальше некоторый набор тезис вот так друзья вопросы пожалуйста вы думаете что авторы лжи книг теперь понят что вы их раскусили начнут маскироваться маскироваться вы знаете я думаю как ответить на ваш вопрос дело в том что им не нужно маскироваться потому что вот эти вещи это вообще маркетинговый верняк их аудитория огромна то есть вот эти приемы которые перечислил это сейчас называется лженаука но мне кажется что это столетиями вообще существовало то есть как только появилась некая бульварная чтива она стала работать по законам массовой психологии массовая психология это штука вечная мне кажется что еще на много тысячелетий им хватит электората вот и во-вторых эти авторы они многие из них деграданты для того чтобы им перестроиться им нужно перестать быть теми кем они являются потому что вот эти вещи про которые я говорил они во многом это суть лженауки то есть вот крикливость противопоставление себя научному сообществу заявление о каких-то научных революциях кидание грязью в нормальных ученых это просто неотъемлемые атрибуты лженауки поэтому вот я честно говоря в это не верю если я увижу такие примеры я изменю свое мнение вы случайно не знаете Орехова из московского НИ атеросклероза я знаю Орехова египтолога но это наверное не тот а что с ним что с ним не так нет я бы хотела знать ваше мнение ну пришлите работу я посмотрю может что-нибудь скажу но с этими критериями вы можете сами попробовать у вас список есть пожалуйста так вот девушка как вы относитесь к тому что недавно в нашей стране разрешили ученые советы по диалогу ой давайте о грустном не будем как я могу к этому относиться ну это некий закономерный процесс мне кажется политизированный ну что значит политизированный как бы некая клирикализация это некий объективный процесс который у нас в стране происходит вообще вот то есть если государство взяло курс на определенную официальную идеологию и выбрало таковое православие хоть тресни вообще это будет я должен сказать что мы вот наш ресурс интерпогенез.ру пока что как ни странно проблем с православием не поимели то есть нам гораздо больше докучают различные именно лжеученые у которых есть агрессивные последователи к нам на мероприятие приходили представьте себе православные батюшки это тоже люди они разные среди них есть их правда наверное меньшинство но среди них есть адекватные образованные люди с ними можно нормально общаться ко мне приходил батюшка который сказал что он мою книгу рекомендовал в библиотеку духовной академии есть такие то есть вот на самом деле религиозный экстремизм он имеет место быть но не менее важная проблема это к сожалению воинствующий дилетантизм который часто маскируется под науку в том числе кстати и под антиклирикальным соусом я имею ввиду например господина невзорова например и подобных ему персонажей на мой взгляд это не мелье вредное явление вот это моя моя частная точка зрения научный взгляд когда антиклирикализм нужен антиклирикализм нужен но не любой я бы так сказал пожалуйста я я встречал таких людей которые пропагандируют вроде ну не против а научные идеи и прикрывают таким вот то что они используют те же методы что используют уже ученые то есть если тут грязную войну на другом фронте приемлемо ли это пример кто это пример например нет ни каких-то официальных если человек начинает заниматься популяризацией пропагандой он неизбежно использует методы пропаганды то есть вот я активно использую различные пиар-методы я вообще по одной из профессий пиарщик и если наша задача работать с массовой аудиторией мы должны эти вещи использовать иначе нас просто не услышат вот другое дело что это не значит обманывать это не значит манипулировать это не значит поливать грязью оппонентов и прочие нечестные методы там допустим политической борьбы но знать психологию знать приемы воздействия на аудиторию знать приемы работы с вниманием аудитории знать приемы коррекции мнения необходимо совершенно без этого просто бесполезно что-либо делать то есть вот как раз проблема часто российских ученых пытающихся заниматься популяризацией что они этих вещей не знают и ими не пользуются да но другое дело еще раз надо различать научпоп и науку это два разных жанра два разных мира которые решают разные задачи задача популяризации науки во многом не передача знаний а передача отношения то есть например вызвать интерес к определенной области науки и побудить человека пойти учиться например на биолога понятно что это разные вещи а задача учебника по биологии научить когда у нас предполагается что уже есть мотивация к этому мотивация должна быть вызвана в том числе методами популяризации научной пропаганды вот тут кстати возникает противоречие между научными журналистами и учеными сколько раз и сам сталкивался значит пишу я какую-то научную новость отдаю ее ученому на комментариях ученый видя мою новость у него значит срабатывает условный рефлекс он ему вообще его задача проверить достоверность фактов изложенных в материале и высказать свое мнение по их поводу он начинает переделывать мой научно популярный материал в научную статью которую поймет только узкий специалист чего делать ни в коем случае нельзя потому что допустим если я пишу об аккредиционных дисках черных дыр это должны понять все а не только астрофизики занимающиеся черными дырами вот а у ученого вы сейчас говорите про проблему которая шире взаимодействия журналисты и ученого это в принципе взаимодействие журналисты и любого специалиста и это проблема в том числе согласования текста то есть ваша задача тот текст который вы написали чтобы этот человек его принял чтобы он его поправил по смыслу чтобы там не было грубых ошибок но при этом чтобы он его не переписывал целиком и здесь я бы мог на эту тему прочитать там пару занятий отдельных как это делается я хочу сказать что здесь есть две проблемы здесь еще есть проблема низкоквалифицированного журналиста во вторых я уверен что к вам это не относится ну например что касается меня то те интервью которые со мной брали в текстовом виде в ста процентах случаях я их потом переписываю сам я трачу на это свое время потому что это ужасно не потому что написано потому что не потому что я пытаюсь написать научным скучным языком я знаю как это делается а потому что элементарно они не в состоянии без ошибок пересказать то что я говорил к сожалению за редкими очень исключениями и тем не менее с такими журналистами нужно работать если он хотя бы прислал текст вам на согласование это уже хороший журналист он по крайней мере добросовестный все это милые ребята не обязательно научный журналист должен делать отсылать текст не обязательно не обязательно но если при этом мой комментарий выйдет с искажениями то я просто с ним больше дела потом иметь не буду так что это его выбор доброй воли понятно что если речь идет о новости которая через 15 минут пойдет в эфир никто со мной согласовывать этот текст не будет ну тут я понимаю что спрос какой спрос вот а искусство журналиста заключается в том чтобы написать текст чтобы было с одной стороны ну если он работает в связке с экспертом чтобы с одной стороны убедить эксперта ну пересказать его мысли корректно в соответствии с научными знаниями чтобы это было при этом живым человеческим языком чтобы это было понятно чтобы это было интересно в некоторых случаях может имеет смысл сделать несколько вариантов текста и сказать ученому выберите лучший и вы знаете что гораздо сложнее отказать журналисту когда он любому вообще исполнителю когда он предлагает вам несколько вариантов другой вопрос где взять на это время потому что сегодня с этим человеком интервью завтра потом встретит конечно и сейчас это вопрос это вопрос квалификации ну например вы хотя бы предоставляете ему несколько вариантов заголовка несколько вариантов каких-то рубрик каких-то несколько вариантов концовки например хотя бы два когда ну это уже технический момент как организованно и еще такой момент зависит от того ученого с кем работаешь вот например довелось мне работать есть такой академик Старобинский космолог но он не наговорил я переводил а дело в том что он конечно он великолепнейший специалист в своей области но как как популяризатор науки он никакой это очень частое явление он и потом как лектор видимо тоже потому что он чистый исследователь я день переводил то что он мне сказал с научного языка на общедоступный потому что это сложнейшее он говорит какой-то термин я говорю извините а что это значит да вот-вот туда зайдите посмотрите я зашел посмотрел перевел вот так вот поэтому это много зависит от того ученого с кем работают если этот ученый сам может популярным языком излагать проблемы это журналист участие если не может вот это уже горе мне кажется что скажем так во многом задача журналиста не только сделать скажем работа журналиста в принципе вообще если он работает в связке с заказчиком состоит из двух этапов это написание текста а дальше чтобы этот текст был утвержден заказчиком и второй этап он более сложный вот это если кратко если подробно то тут нужен некий мне кажется курс где можно привести перечень типичных проблем которые возникают при взаимодействиях например с ученым и каждой проблеме можно подобрать парочку-тройку возможных решений из опыта научных журналистов каждое из этих решений оно не будет стопроцентным например известен известный фокус который некоторые журналисты практиковали когда они намеренно делали в тексте пару ошибок например в каких-то цифрах или в именах фамилиях и дальше писали прошу обратить особое внимание на правильность написания имен географических названий и цифр и просто если человек принимающий текст ничего не поправит он чувствует себя неудовлетворенным и ему специально дается возможность поправить другой вариант когда есть некий бриф некая табличка на согласование этого текста где допустим она разбита на пункты там не знаю первое заголовок второе лид третье и допустим там текст по разделам и ученому нам предлагается поставить оценку каждому разделу написать свой комментарий то есть он не правит текст а он пишет к нему комментарии и это позволяет журналисту самому с учетом комментариев ученого переписать этот текст так а во вторых ученый в конце ставит подпись вот смотрите вы написали пожелания я их учел подпись ваша может быть в некоторых случаях это поможет каких-то может быть не поможет да есть вот вот такие вот я имею ввиду что это то что вы сказали крутой специалист но с текстами просто никак бывает вот так еще убедить надо что нужно писать именно так это отдельно как его убедить должна быть какая-то предварительная беседа с ним там может быть несколько провести ему мастер-класс так друзья вопросы пожалуйста как вы относитесь к литературе нонфикшен вообще в принципе ну я ее читаю даже пишу в принципе нормально как вы свою книгу к какому жанру относите моя книга к жанру научная провокация например почему именно это издательство именно альпину да ну на самом деле я с несколькими издательствами пытался иметь дело в итоге даже заключил договор с одним из них в результате издательство в какой-то момент заявило что книгу они в срок не издадут и там куча других проблем я с ними договор разорвал а тут как раз была альпина и они значит альпина мне понравилось тем что они идут навстречу по ряду пунктов потому что я беру договор издательства и вижу вещи которые меня не устраивают например исключительные права на книгу на 5 лет я говорю нет на год то есть извините я знаю что например Светлана Бурлак издала в некотором издательстве книгу а книга разошлась хорошо а они ее переиздавать не хотят а у Бурлак договор на 5 лет она в другого издательства пойти не может сидит без книги поэтому я сказал извините на 5 лет не пойдет на год окей и ряд других пунктов по которым я написал как мне кажется правильно они мне предлагали там допустим они мне дают 10 авторских экземпляров я сказал нет 100 они дали 100 вот но это Альпина не идеальное издательство там были свои вопросы но на мой взгляд выбор я удачно сделал а? современное? ну что издательство? да но оно еще существует пока что более современное нормальное человеческое издательство нормальное хорошее идеальных не бывает вообще в принципе то есть если вы хотите издать книгу рекомендую пойти с этой рукописью у вас же уже есть рукопись пойти в издательство штук 10 и потом посмотреть что они предлагают и выбрать оптимальный вариант иногда это удобно делать например на книжных фестивалях то есть я пошел на книжный фестиваль который у нас в Питере проходил и напечатал такое предложение для издательств в 10 издательств пришел и каждому всучил мне несколько перезвонили в итоге правда я работал все равно с Альпиной на которую меня вывел Александр Марков но все равно было полезно а у вас так есть антропогенезная школа и вот книга там статьи пересекаются ну вообще книга выросла книга выросла из публикации которая появилась на антропогенезе несколько лет назад которая называлась 13 мифов об эволюции человека то есть мы сделали такую небольшую публикацию и она оказалась неожиданно успешной я пришел к выводу что вот если делать книгу ее надо организовать так же но естественно книга содержит в себе кучу материалов которых на сайте нет бессмысленно делать книгу которая содержит статьи опубликованные ранее в интернете нет на сайте там другие материалы сейчас я пишу вторую книгу продолжение тоже много новых материалов какая у вас травмитель какая часть книги самая любимая 15 нравится мне не знаю почему но она очень любимая друзья давайте еще вопросы слова мифы не относят к этим штатам ну у меня же списки не было не относятся на самом деле сборник мифов это классический жанр такого научного расследования то есть еще у меня есть старая советская книга ну не очень старая 80 какого-то года она называется как рождаются мифы 20 века великолепная совершенно книга там уже про НЛО про снежных людей про там про палеоконтакт про бермудский треугольник про Несси про все вот эти дела шикарная совершенно книга она организована вот в принципе то есть я не изобрел этот жанр миф это как бы добавляет повествованию драматизма то есть я мог то же самое написать в виде обычного повествования но когда вам говорят вот как думали люди а вот как на самом деле вот как вас обманывают а вот как на самом деле это интереснее читать поэтому это просто такой увлекательный формат сам по себе вот пожалуйста планируете ли вы писать на иные темы например мифы альтернативной истории ну вот я сейчас пишу вторую книгу она в принципе я уже по тематике вышел за пределы только антропогенеза потому что на самом деле вот в первых вся эта паранаука она не она неразделима то есть там одно тянет за собой другое то есть там где антропогенез там дальше возникают тут же египетские пирамиды для нормального ученого странно при чем тут пирамиды а для лжеученого все понятно то что их построили инопланетяне которые создали человека с помощью генной инженерии там все а дальше возникает снежный человек почему потому что это биоробот инопланетян которые построили пирамиды вот и так далее все связано и у меня вот эта книга вторая я надеюсь что я ее летом закончу она идет гораздо сложнее чем первая но мне кажется она получится интереснее вот я там захватываю темы палеоконтакта и вещи связанные с различными типами питания и много еще таких вот паранаучных тем которые в принципе все связаны и в принципе проблему проблемы лженауки как таковой проблему лженауки в области истории прежде всего я хочу сказать что мы готовим если кто-нибудь захочет и сможет приехать в Москву в конце мая мы 29 мая в Москве проводим конференцию с условным названием ученые против мифов которая целиком посвящена борьбе с лженаукой прежде всего в области истории это можно разъездное сделать вот с нашими ребятами из группы думы ну если у нас получится это нормально то будет продолжение мы хотим собрать 500 человек на это мероприятие мы в Питере собирали 200 человек легко а кто фонд эволюция организует мы сами организуем не с какого ну я с ними там советовался немножко но пока что они как как спонсор пока что они не выступают вот да к какой литературе относится своя книга к научной или к научно-популяризаторской ну конечно научно-популярная естественно это не научная работа это научно-популярная книга для массового читателя мне сегодня написали что там ну дети 12 лет читают нормально вот что в общем это очень это очень хороший знак то так в общем но оно и cleaned ничего мы но это но